Здарова, дорогие подписчики, гости канала СВАЙ по-прежнему, Диман, и мы продолжаем играть на провинции на шестом сервере. Играй не один, вместе с Даником, поздравуйся. Всем привет. И ребята, как и обычно, мы находимся на шестом сервере, поэтому приглашаем поиграть вместе с нами. Сделать это максимально просто, переходи по ссылочке в описании и скачивай лаунчеры. И ребята, сегодня у нас было глобальное обновление, да, обновление очень масштабное, которое вместе с Даником мы, конечно же, посмотрим, покажем и вам. Ну и что самое главное, ребята, кстати, если только что зарегистрировали аккаунт, или же уже играете, воспользуйтесь промокодом. Это у нас очень просто сделать, английская, либо же мягкий знак, реферальная система, и вот сюда впишите промокод Димк. С большой Д, не ошибайтесь. И смотрите, он вам даст до 35% на покупку жилья и тачки. И только на шестом сервере, если эта кочка отправит меня в ВКонтакте, показав тем самым, что вы действительно мой подписчик, получите еще денежное вознаграждение от рубля до лямчика, так сказать, на охот ноги. Только на шестом сервере, имейте ввиду. В общем, ребят, давайте-ка мы, во-первых, откроем клавишу М, увидим то, что нам обновили. Во-первых, мобильное приложение, аукцион добавили, да, в телефон, сейчас мы посмотрим на это. Добавлено хранилище транспортных номеров, добавлено функциональные холодильники в интерьеры домовой квартиры. И честно сказать, когда в официальном источнике группе во ВКонтакте провинции выкатили анонс обновления, мы все таки дружно смотрели его, думали, что у нас будет как раз-таки новая карта там, да. Но на самом деле, ребята, это был анонс холодильников. Прямо сейчас вы на экранах видите, насколько жестко заморочились наши разработчики. Я реально до последнего момента на одном дыхании смотрел и наблюдал, что же нас ждет, а по итогу там пельмени, грубо говоря, чел нес в холодильник. Это было очень смешно, разработчикам определенно респект. Ну и, в принципе, вот у нас теперь работоспособный холодос, который очень жестко жужжит. Послушайте, да, он трещит, как реально старючий холодильник, да, которого, я не знаю, реанимировали уже раз 20. Вот, он до последнего как бы живет, да, ну и пытается нам всячески помогать. Работает он действительно, если так посмотреть, как получается, ребята, обычный шкаф. То есть тут можно хоронить 10 предметов, которые вам, допустим, ну, не нужны пока что какое-то время, в инвентаре валяются и занимают место. Поэтому, ребята, в принципе, можно сюда засунуть холодильник, какой-нибудь рюкзак, парашют там типа того, купончики или маску. Как бы, да, вот так вот. Ну, можно, конечно, и продукты. По сути, нужно продукты закладывать сюда. В общем, ребята, это как одно из обновлений, да, поэтому одна часть, так скажем. Прямо сейчас давайте-ка мы откроем клавишу фон. Ребята, у нас сегодня будет ролик из двух частей состоять. Во-первых, мы сейчас посмотрим то, что нам добавили буквально вот-вот, да, буквально вчера. Вот, а также, друзья, мы посмотрим еще на то, что нас ждет буквально уже совсем скоро, потому что были некоторые сливы нового глобального обновления той карты и так далее. Поэтому, ребята, мы это, конечно же, сегодня тоже затронем. Смотрите, у нас появилось приложение Аукцион, открывая которое, мы сразу же видим то, что у нас есть аукцион номеров. Ребята, на текущий момент нет активных лотов, но как только добавили, там продавались номера. Прямо даже скриншотом вам сейчас бахну, да. Номера там по типу МТА 777 на 77 регионе, как раз-таки, которые ушли за 7,5 миллиона. И, ребята, на самом деле все эти номера попадали на аукцион, потому что игроки просто получали перманентный бан. Перманентный бан это без возможности разбана, поэтому имущество, как говорится, просто хоронится и пропадает. Поэтому разработчики решили на аукцион запихивать исключительно вот такие вот номера, которые можно будет потом купить, соответственно, перебивая другие ставки. У вас там будет буквально сколько? 30 минут, по-моему, если не ошибаюсь, да? Ставочка у вас будет с комиссией, имейте в виду. А, 60 минут, да. И получается, если за 60 минут никто не поставит, соответственно, ставочку, то вы в любом случае побеждаете и забираете номер. Ну и на самом деле, ребята, очень удобненько. И спасибо огромное разработчикам за этот прекрасный функционал, которого не хватало. То есть, ребята, куча номеров реально были утеряны, и, к сожалению, их уже никак нельзя было достать. А сейчас, да, ребята, все эти фулблаты мы сможем спокойно выкупить на аукционе. Ну, надо будет, конечно же, постоянно мониторить для того, чтобы не упустить возможность выкупа как раз-таки этих номеров. Ребят, прямо сейчас отправимся мы еще сейчас в ГИБДД, да, посмотрим именно... Там тоже нам обновили менюшки, посмотрим, как они работают, потом залезем еще в донат, там тоже у нас некоторые изменения. А вот, ну, в общем-то, ребята, не переключайтесь, да, ставьте лайки, если вы давно ждали подобное обновление на провинции. Итак, ребята, все, прибыли мы к ГУВД города Приволжска, и смотрите, ранее у нас как было, если мы открываем клавишу F3, соответственно, у нас были здесь запорожцы, да, ну, то есть у меня даже были номера, которые просто я хранил, и они висели на запорожцах. То есть номер там выбивали, допустим, или покупали там за определенную сумму, покупали запорожец, как раз-таки вешали на него, запорожец там стоил около 30-ки, и, грубо говоря, занимал место для того, чтобы вы его сохраняли. Сейчас, в принципе, запорожец уже не требуется, мы забегаем к ГУВД города Приволжск, отправляемся на второй этаж, и вот здесь у нас, по-моему, вот тут вот менюшка, у нас появилось все, вы имеете неоплаченный штраф и ГИБД, операция с номерами ограничена, спасибо. Вот, есть хранилище, как раз-таки в хранилище, и хранятся 0 из 3 слотов, занято ваши номера, то есть теперь, в принципе, не надо нифига покупать в виде запорожца. Мы покупаем номер, допустим, ОНО, 007, да, заплатить 1 рубль, приобрести, все, продал мне номер Данте, это, получается, он у нас попадает в хранилище, смотрите, вот у нас один из слотов занято. Да, неиспользуемый номер, вот он у нас, получается, все, у тебя автоматически на машине на семерке стоит другой номер, правильно я полагаю? Да. Да, вот так это работает, то есть, ребята, а у нас теперь неиспользуемый номер как раз-таки стоит в хранилище. Смотрите, также мы можем менять, допустим, выбираем тачку, да, опять-таки, залетая в хранилище, перевесить номер, выбираем машину, перевешиваем за 10 тысяч. Кстати говоря, продажа номера Данику стоит теперь уже 60 тысяч, комиссия тоже появилась. И можем сменить регион, то есть, ребята, можем вот так вот сменить регион, теперь очень удобно стало за 50, грубо говоря, тысяч. Все, мы, как бы, этого делать не будем, все нормально, продать игроку можем также, допустим, Данте, опять-таки, номер, и у нас вот 6500, грубо говоря, будет стоимость замены, ну, вот о чем я и говорил. И у нас сразу же на УАЗ Хантер выпадет какой-то другой номер, вот как-то так это работает. Ладно, ребята, поехали на улицу, сейчас покажу еще, знаете, что, смотрите, куда делся этот номер, смотрите, он будет ли отображаться в F3, давайте-ка тоже, интересно, глянем. Нет, все, видите, в F3 номер не отображается, он у нас хранится теперь в самом хранилище. Давайте-ка отойдем, и смотрите, теперь еще есть донат, опять-таки, открываем клавишу M, либо мягкий знак, донат, смотрите, есть номер авто, покупка номера, видите, вот там есть регистрация номера. Мы можем купить номер, все, вот именно так теперь это все выглядит, очень удобно, очень информативно и очень круто. Кстати, допустим, давайте-ка мы выберем номер, вот смотрите, MTA777 на 77 регионе, все, номер занят, как видите, уже рисует то, что его купить нельзя. Кстати, его купили за 7 с половой, это охереть какой ценник для него, это очень дорого. Так, 63 регион у нас, соответственно, свободен, стоимость 800 рублей, то есть бонусы, это как раз-таки ваши рубли. Короче, вот так вот можно покупать фуллблаты и также проверять номера, заняты ли они, да, там, или же свободны. Допустим, восьмерки, там, я не знаю, на 78 регионе вот хотели проверить, все, номер занят, такого номера, как бы вы не купите, он уже у кого-то есть. Вот так это работает. Также, ребята, если мы откроем назад, да, опять-таки, донат, у нас есть слоты номеров, то есть каждый новый слот, то есть у нас пока что три есть, да, мы можем приобрести за 499 рублей. Приобрести, к сожалению, денег нету, поэтому мы не купили. Как-то вот так вот это теперь работает и это очень круто, ну, собственно говоря, как и слоты. Все, это очень, на самом деле, удобно, теперь, как говорится, мы можем также попытаться выбить номера через запорожца и, соответственно, установку номеров, да, все так же работает, но при этом уже у нас не будет заниматься слоты как раз-таки под машины, если, допустим, какой-то номер все-таки и выпал. Отлично, ну, в принципе, вот это вот все обновление мы и посмотрели с вами, да, оно реально очень классное, также там куча было доработок еще, придачу ко всему, да. Можете ознакомиться и как раз-таки почитать. Ну, а теперь, друзья мои, предлагаю отправиться посмотреть, что же нас ждет уже буквально скоро, а как раз-таки новую карту посмотрим, там мы некоторые видосы сливы получили, и вы обязательно, ребята, досмотрите до конца и пишите в комментариях, как вам. Во-первых, вот он скриншотик, это фотография АТП на новой карте, ребята, вот так вот у нас теперь будет выглядеть, очень атмосферно, очень круто, да, вот именно, как говорится, из СССР, как бы все кайф. Ваше мнение было бы тоже интересно узнать, ну, а также обязательно влепите лайки, если вы также с нетерпением, как и мы, ждете новую карту, ну, а не холодильник-то. Ну, ладно, в любом случае, ребята, вот такой вот новенький скриншотик тоже нам опубликовали, это как раз-таки новые дворики, да, которые нас также будут ждать на новой карте, ребята. Сегодня вот именно все будет про новую карту, это очень, как бы, таки важная информация в последнее время, все ее ждут, как бы, да, ну, и, как бы, смотрите, что нам немножечко послевали. Далее, ребята, вот еще скриншотик, как мы катаемся на Ламборгини Авентадор, да, по как раз-таки новой карте, рядом я вижу сразу же это, я не знаю, что это, ресторан, не ресторан, или отельчик, богема, прикольненько, да, как бы. Ну, а также и вот этот скриншотик, где мы, ребята, на шестерочке в новом мирном также стоим, смотрите, как это все красиво выглядит, да, огромнейшие здания, просто масштабы реально впечатляют, ребята, уже бы, блин, поскорее бы это вывели. Также, ребята, вот такой скриншотик, это как раз-таки аэропорт Домоседово, я о нем уже как-то вам рассказывал в прошлые разы, да, ну, а теперь нам вот так вот его еще раз предоставляют посмотреть на него, да, вот так вот он выглядит, такие вот у нас самолеты, чисто аэрофлот, как бы, все очень красиво выглядит. Ну, и, ребята, напоследок, давайте-ка посмотрим видос, как раз-таки поездка по, получается, новому поселку Озерск, раньше у нас была деревня рядом с мирным, именно Озерки, но теперь у нас будет именно поселочек Озерск. А, да, разработчики также выкатили вот такие полторы-минутные роли, где они просто по нему катаются, друзья мои, пишите, в общем-то, в комментариях, что вы думаете, обновление, на самом деле, очень кайфовое, которое мы посмотрели, да, ну, а вот это все, что я показал, это будет уже совсем скоро, поэтому, ребята, как говорится, не переключайтесь, срегистрируйтесь на провинции, если вы до сих пор еще не играете, действительно, уже совсем скоро она у нас очень жестко преобразится, и если вы, как бы, да, очень этого ждете, то напишите об этом в комментариях. Один комментарий, как говорится, минус один от денег к ожиданию появления новой карты. Ну, а с вами был Диман и Даник, хорошего всем настроения, желаю всем удачки, ну и пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok